Меня зовут Георгий Георгиевский. Мы проводим серию исторических интервью в Компании幹嘛 в организационном центре, с участниками рынка регистрации доменов, с основателями разнообразных компаний, которые так или иначе принимали непосредственное участие в развитии российского сегмента сети интернет. и с первыми лицами компаний, которые принимали непосредственное участие в становлении современного рынка регистрации доменных имен и образования Координационного центра. Все это у нас приурочено к 20-летию Координационного центра. У нас сегодня в гостях Кирилл Аношин, бессменный руководитель проекта Freelance.ru. Когда ты пришел к доменам? И вообще, когда тебя заинтересовало все, что связано с доменом, даже если это было в прошлом веке? Добрый день, коллеги. Жора, спасибо за представление. Я наконец-то узнал, как у тебя правильно на фамилии ставится ударение, несмотря на то, что мы с тобой знакомы с прошлого века. Вот так бывает. Ну, на самом деле, давай по порядку. Действительно, ты абсолютно прав, что с доменами мне посчастливилось столкнуться в прошлом веке, в середине 90-х годов. Мне в жизни много везло, на самом деле. Вот так получилось, что много очень везло. В свое время я, будучи студентом Московского технического университета связи и информатики, попал на практику в телекоменационную компанию. А потом в этой телекоменационной компании появился человек, который стоял у совсем истоков интернета в России, Вова Молчанов. Вова Молчанов посмотрела на мальчика и сказала, можно мальчика мне в отдел? И вот получилось. Как раз тогда в моей жизни появился интернет, который мы сейчас знаем, каналы, а не то, что было в почте ЮСИПИ. И в моей жизни появилась координационная группа национального домена. Тогда это была, конечно, не КЦ, это была координационная группа, которая составляла небольшое количество провайдеров московских, которые вместе объединились, представители провайдеров объединились, вместе разговаривали, обсуждали некие развития отрасли в будущем. Так как Вова Молчанов был в координационной группе, пришел работать к нам, и заседания начали проводиться у нас на Моросейке 2.15, ровно пересечении Серовой и Моросейки, третий этаж, была такая светлица хорошего в историческом здании, круглый стол, все было хорошо, а я бегал за пивом, вот так вот, я был молодой, мне было интересно. Вова говорит, конечно, делаем, зовем людей, но как же, посидеть, поговорить, надо же что-то. Ну, кто идет, да, ну, молодые идут, на самом деле. Мне было безумно интересно, это было новое, это вот, ну, это вот как вот водопад всего, да, и я сидел, впитывал мысли, которые говорил, Платонов, солдат, да, мне было вот это, для меня это были какие-то небожители, да, в тот момент времени я был молодой. И вот так вот исторически повелось, что вот все совещания того года проходили у нас, я на них присутствовал, Вова заседал, я сидел в сторонке, ну, рядышком слушал, как бы понимал, иногда подавал голос, а можно я, да, скажу? Дядя говорил взрослым, можно, мальчик, скажи, пожалуйста, да, потом, ну, такой исторический экскурс, да, потом случился очередной там кризис, и компания наша съехала из центра, ближе к Камкаду, да, на Беляево, и, соответственно, проводить уже совещание комбинационной группы было не очень удобно у нас, они переехали как раз на Полежаевскому центре, насколько я помню, это называлось, да, а Вова Молчанов компанию покинул, он вернулся обратно в Демос, а так как КГ, это было все-таки некое объединение провайдеров, и от лица компании надо было выступать, то понятно, что в компании интернетом остался заниматься вместо Вова я, да, так как больше никого и не было, семья от большая до два человека, да, и каналы, и тарифы, и домены, ну, и все, да, и поддержка в том числе, а как там настроить Windows 95, чтобы Диалаб заработал, да, все осталось на мне, и комбинационная группа осталась, собственно говоря, на мне, поэтому вот тот веселый исторический период, ну, веселый такой вот, хороший, да, добрый, с точки зрения вот всего-всего, да, он у меня остался вот здесь на сердце, и люди, с которыми я тогда познакомился, я считаю, они дали мне большую путевку в жизнь просто, да, и теми вещами, которые я от них слышал, я многим до сих пор пользуюсь сам. Кто тебе больше всех, и какая фигура ярче всех была в коррекционной группе Domain.ru той поры, середина девяностых годов и ближе к нулевым? Ну, я тебе не скажу, я могу сказать, что ты, да, ты же тоже там был в тот момент, да, на самом деле я не могу выделить кого-то, потому что все люди настолько комфортные, с которыми вот дружим до сих пор, да, мы общаемся, редко, к сожалению, да, но вот когда какое-то приглашение приходит, как вот Платону в 25 лет АИКСу там в журнале, там интервью, пожалуйста, да, вот воспоминания, и даже не воспоминания это называется, да, это люди, которые остались на всю жизнь вот с тобой, да, вот, а яркие впечатления, это на самом деле, когда Рушанов пришел, как приглашенный человек, взял вопрос, а будут двухбуквенные домены в зоне РУ? Нет, не буду, спасибо, я пошел, да, а потом двухбуквенные домены появились, да, вот, ну, такие тоже, как бы, вещи есть, они запоминаются, да. А помнишь ли ты вот рутинные операции, которые проводила координационная группа? Ты знаешь, мне повезло, что я не участвовал в рутинных операциях, и Галь Коваленко, которая была секретарем, закрывала все эти моменты, да, то есть она с больших дядек это скидывала на себя, как бы, да, и занималась всеми этими вещами, да, все, как бы, в основном занимались некой, сейчас это называется, наверное, генерацией идей, контента. Ну, и при этом стратегических решений. Да, некой стратегии, да, то есть все было достаточно хорошо, но ты же понимаешь, да, в какой-то момент времени провайдов стало много, людей стало, люди стали добавляться в координационную группу, и я помню момент, когда был уже там больше 12 человек, это был, конечно, бардак, был колхоз, бардак, и когда компания, которая достаточно большая работа на протяжении, на протяжении, на территории всей России, и достаточно мощная, известная, как бы, у нее стратегическое понимание планирования, и люди от нее, как бы, доносят, да, вот, видение глобального, некого глобального бизнеса, и небольшой провайдер московский, да, как раньше, там, вторичный, третичный, да, там, говорили, начинают рассказывать, да, начинают рассказывать, что вот, а вот у нас домены, да, и, а коллегиально-то надо решить, и вот оно и, как бы, плавно-плавно все и подошло к чему, к формированию координационного центра, да, когда идет некое разделение оператора-операторы, люди-люди, стратегии-стратегии, как бы, техника-техники, это абсолютно нормальный процесс, который должен был когда-то произойти, ну, мы прекрасно понимаем, что происходит, да, то есть, когда рынок начинает масштабироваться, его невозможно в ручном режиме, там, управлять, особенно, когда управленцев уже много. То есть, ты говоришь о том, что фактически координационная группа в каком-то моменте времени себя и жила, чисто по стандартным моделям развития любого дела. Вначале это тусовка, а потом надо организовываться, как надо. Ну, она была тусовка, но была правильная такая тусовка, все-таки так, технологически рабочая тусовка, да, то есть, не тусовка с точки зрения джага-джага, да, а технологическая. Ну, и в какой-то момент, да, она просто переросла. Надо выходить на новый уровень, все, да, вот. Точно так же. Пожалуйста, а на твой взгляд, вот, создание координационного центра в том виде, в котором он получился, и начало формирования распределенной системы регистрации доменов с регистраторами, насколько это было правильное решение с твоей стороны, с твоей точки зрения? Ну, я считаю, правильное, да, вот, как я говорил, да, то есть, технари должны заниматься технарскими вещами, да, стратегическими, маркетологи, маркетингами и же с ними. Вот в той конструкции, которая получилась, было абсолютно понятно, что комитет номер один, который, как бы, был под Вовой, потом, как бы, остался подо мной, и когда я покинул Большой Телеком, у меня была своя кондора, ее тоже приняли в конце, это был некий, ну, в моем понимании, да, я, может быть, не прав, некий наблюдательный такой орган, да, потому что это был, были люди, которые представляли операторов связи, а на тот момент времени операторы связи перешли тоже на новый уровень общения, и вот тот ламповый, любимый нами интернет, который мы строили, понимали на уровне всех процессов, которые и техники, и железок, и каналов, и сервисов, наложенных, там, любых, да, начали приходить эффективный менеджер, которому было это все неинтересно. Я помню, когда я еще, вот, не ушел в свободное плавание, сам по себе, генеральный директор мне сказал, говорит, ну, как бы надо, да, доверенно же подписать, говорит, я тебе подпишу, но, имею в виду, заседать буду я, работать будешь ты, не вопрос. Вот, стратегические, успешные менеджеры хотели заседать, да, и поэтому, вот, комитет номер один, он, как бы, и не зажил, по большому счету, да, потому что люди менялись, компании объединялись, рынок бурно рос, стратегически успешные менеджеры приходили, им было не до доменов, потому что в их понимании это было вот. Ну, я тоже люблю говорить, да, что весь рынок того времени, это рынок победивших телефонистов. В Большой Телеком приходили телефонисты, которые прекрасно понимали, как строятся телефонные линии, что такое УКС-7, какие станции надо ставить, да, чем меридианом отмечается от НИАКСа, да, софт-свечи еще тогда было как-то не особо понятно, да, что цифра не цифра, все как бы пытались не поймать, что делать, и, ну, опять же, понятно почему, потому что наш Телеком рынок вырос из связной среды, да, электросвязи, которая была на тот момент, да, то есть была электросвязь, электросвязь на, была искра, которая была ведомственная, собственно говоря, была связь по железке небольшая, тоже там вместе с искрой, поэтому в основном это были телефонисты, да, которые как бы победили. Скажи, пожалуйста, вот из времени работы комитета номер один, который ты какое-то количество лет возглавлял, пока этот комитет еще работал, и был фактически последователем координационной группы, да, вот в его состав поначалу входили практически все те же компании и их представители, которые были в координационной группе, какие-то яркие вот такие вот моменты по по принятию решений, по корректировке каких-то стратегических целей координационного центра. Может быть, тебе помнится, почему комитет номер один прекратил свое существование? Вот расскажи, пожалуйста, такие вещи. Слушай, ну, я не вспомню, к сожалению, что было, да, там, 15 лет назад с точки зрения яркости заседания, да, я помню прекрасно, как мы ярко заседали в Центре международной торговле, да, кофе было, все, все было хорошо, да, вот не вспомню, да, каких-то таких, да, я прекратил существование, но понятно почему, да, потому что, вот я уже сказал, что людей собрать было невозможно, то есть люди постоянно менялись из оператора, не провайдера уже, да, а из оператора связи, вытащить представителя, который, помимо того, что мог адекватно оценивать ситуацию на рынке доменных имен, как в России, так и вовне, плюс принимать некие решения, доводить до своего руководства, чтобы они это решение воплощали в жизнь, было просто невозможно. Я бил со стен, я как вот та старая муха в окно, да, вот я к одному, ко второму, третьему, к пятому, и там сработала наша стандартная московская Every Day Tomorrow, да, мы все живем, вот, как бы в одном городе, город-то маленький, ну, что, 40 верст туда и сюда, да, но видимся очень редко, да, когда говорят, встретимся, когда говорят, давай завтра, да, и вот Every Day Tomorrow, вот, в тот момент было однозначно, и, к сожалению, ну, а может быть и к счастью, на самом деле это произошло, что комитет номер один прекратил существование и не стало нелегитимного органа, да, то есть он как бы был наблюдательный, он что-то пытался делать, но ничего дальше не пошло, не выходило дальше, да, то есть все решения, которые могли проводиться через него, они бы разбивались о бюрократию того оператора связи, представитель которого был бы в комитете. мне было просто, я присылал свою компанию, поэтому пацан сказал, пацан сделал, да, и даже подумал в промежутке, да, вот, а там, там, да, там, вот, там сложно, да, я помню, вот, Игорьевич и с Комстаром, и с тем же сам Роснетом, как, вот, беда. Не утихает на самом деле такой вот некая дискуссия общественная, что такое интернет в России, это некий локальный Рунет, самостоятельная какая-то локализованная сеть, да, фактически национальный такой кусок, либо это просто небольшой сегмент одного большого интернета, как с твоей точки зрения это выглядит? Слушай, ну, все мы немножко технари, все мы немножко маркетологи, все мы немножко географы, да, вот, Черное море, оно же Черное море и кусочек в России, да, но относится к Средиземному, а Средиземное относится к океану, да, поэтому вот Рунет, как его называют, да, это большая, это часть глобальной структуры, да, часть глобального организма всего, да, поэтому говорить, что это наше родное, ну, наверное, тяжело, наше родное это интернет-сеть внутри некого офиса, да, который отрезан снаружи, вот это наше родное будет, да, можно его обзывать как угодно. А в моем понимании, да, все-таки российский сегмент интернет это вот кусок глобальной сети, да, который живет по своим принципам, по марштизации, по распределению, по всему, да, по регулированию, опять же, да, вот нельзя птице сказать, птица, сегодня ты летаешь хвостом назад, да, но она не летает, она вперед летает, у нее подъемная сила там определенная, да, нельзя сказать, что птица, ты машешь руками вот так вот, поэтому ты так полетишь, потому что птица это кусок глобальной экосистемы, да. Хорошо. Что для тебя интернет, вот, во внутреннем ощущении, вот этот глобальный интернет, это сеть или контент? Пух, ты знаешь, это синергия, да, это и сеть, и контент, это неотделимая вещь, да, мы с тобой прекрасно помним конец прошлого века, да, все вот посиделки, да, не только кондиционная группа, а и интернет-посиделки как таковы, было две тусовки, да, были контентчики и провайдер, кто кого перепьет, да, назывался, да, и контентчики с нашего стола, вашему столу, да, вот, и они так же, и мы же в какой-то момент времени поняли, что ни они без нас, ни мы без них не можем, да, вот я был тогда такой провайдер-провайдер, а сейчас я контентчик-контентчик, да, но все равно провайдер-провайдер не забываю, да, я понимаю, как железки работают, поэтому ни одна железка не будет генерировать деньги если на ней не будет никого наложенного сервиса но потому что вот камень он когда лежащий камень он он не что а когда он часть забора либо часть дома да он часть уже он часть системы общей поэтому для меня вот интернет как таковой это синергия всех процессов которых происходящее при наложенные сервисы и железки все-все-все-все какой будет может быть рост а может быть не рост в общем целом в интернет бизнесе и в бизнесе связанным с доменами и предоставлением услуг в сети интернет хостингом может быть провайдингом отдельно отдельно общий интернет отдельно вот отрасль той той из которой ты вышел когда-то да и может быть какой-то ретроспективе на общее и в том числе затрагивающие твои теперешние отрасли ну на самом деле смотри да я все-таки из интернета из телекома вышел но до конца его не покинул да то есть у меня есть и железки не только в раша федераш а еще в некоторых вещах что такое и пена и маржетизации и же с ним я я понимаю знаю и умею называется да точно так же как и держу руку на пульсе рынка который как бы телекомушки но он родной да но нельзя взять его выкинуть да он он как бы родной ты в нем живешь некая нужно там поднять некий там здесь что я понимаю ровно так же как с маржетизации да может купить большую циску за много денег да можно там на фрибизе поднять там софтверт точно так же как и езды нужно поднять как бы ух какой за много денег а можно поднять виртуал очка раскидываться там непонятно чем что касается вот а доменного рынка как такового да он может большой глобально да и появление вот newtld она как бы она и дала и развитие некая рынка да и в то же время она дала некую стагнацию там национальных доменов там гео доменов в том числе да ну понятно почему да потому что набор букв в каждом языке он ограничен до набор красивых слов он еще еще более ограничен поэтому говорить о том что вот стало все плохо ли стало все хорошо ну во-первых рано во вторых некорректно да каждый сервис и данил том числе будем говорить сервис да он находит свою нишу определенную да и в ней живет правильно просто в эту нишу встроиться на и у этой ниши в этого процесса да существует там свои там ну нюансы там проблем гор можно решать чтобы она там жило еще больше поэтому вот я считаю что рынок должен расти как бы не слова будет не совсем правильно да рынок должен доменных имен расти и национальных в том числе да при правильные его запомнишь как в рекламе да не нравится мне кошки то вы просто не умеете храма готовить да вот 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 только и всего то есть определенный набор неких факторов внешних да на рынке он может дать как бурный рост так и не очень бурный рост но то что рост будет понятно почему идет некий там небольшой отток но тоже понятно да потому что время будет там нахватали не пойми чего да это это нормальная как бы жизнь ну как в любой в любом государстве кто-то рождается кто-то умирает они ничего от этого никуда не денешься но вот с развитием интернета как такового а сейчас я считаю на пороге там развитие некое там следующие поставьте потому что техника прошла сервисы появились хостинги появились хостинги сейчас переживают но не то что второе рождение да то есть они переосмысление своей жизни может собрать сайт можно на неком приложении которое будет показывать хостинг как таковой уходит больше в некое предоставление там он не то что сервис по запросу да там неких облачных хранительных хранилищ там либо больших проектов потому что мы прекрасно понимаем что нельзя делать большой проект на маленькой виртуал туда поэтому нужны ресурс сервера каналы и порты и жизни и к этому всему конечно нужны домен и к этому всему нужны домены я бы вот предложил бы еще более плотно пытаться интегрироваться с бизнес средой в национальных доменах вот вот более плотно но не на уровне отловить человек на улице так сказать какую телу ну-ка домен регистрирует а на уровне объединений вот который заниматься поддержкой бизнес малого среднего да вот через них заходя объяснять что свое имя это очень хорошо это как вот как и н н свой да ну вот как все то и это не представительство да это твоя идентификация на рынке как идентичность не всяк не как код а как идентичность такой молодец и в этом отношении рост может быть ой ой какой да вот мы же не ограничены ничем да особенно там в русских да в рф то есть вот вообще шикарно можно имя фамилия рф да ну фамилия рф наверно уже там заняты да как я в свое время там почту да там кирилл собака ношим . нет да но вот хорошо я пользуюсь ей там с конца 90-х в том числе да вот моя лично а хочешь почту которая будет полностью кириллическая кириллический кино до собака хотя ножен . рф хочу хочу даже с машем обсуждали вопросы как туда чтобы ходила да вот это вот пусть ну да это вот есть те нюансы вопросы которые как бы надо решать и когда она будет глобально решено это будет такой не скачет это пинок будет бурного роста когда будет полноценно без никаких бубнов входить один почта да вот это 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 будет очень и очень хорошо с моей точки зрения мы смотрим статистику развития малого и среднего бизнеса в принципе по миру за прошедший пандемийный год и мы видим большой действительно заметный о чем мы говорили ранее скачок развития разнообразных сервисов роста доменных зон увеличение количества проникновения интернета в малый и средний бизнес а если посмотреть статистику по нашей стране большого показа прошедшие пандемийный год взрывного роста не произошло как ты думаешь почему это вот так вот они менее были проникнуты интернетом чем мы или мы более интернетные чем они ну гук на самом деле как бы вопрос очень глобальный и говорить за весь мир достаточно тяжело да давай осматривать и просто разные точки да вот я в свое время пытался захватить кипр но у меня вот такая блажь была до в тринадцатом году там этом автобусы даже обклеены ездили пальмасол я пытался захватить точки зрения вертикальных классифайтов а чё я молодец же у меня здесь есть там без да там сделаем да консультант у меня там консультировал вот кипреем это очень нужно на самом деле все оказалось очень просто им это было не нужно у них там был один им достаточно а им это было не нужно на той технологии которые делали мы да это веб не нужно это было по одной простой причине что они дома у них поначалу не было компьютеров полом они появились гробы да и пил сезде ошибки да у них не появилось них по он появился мобильный телефон приложение и вот эта вот штука она просто не зашла из варианта никуда потому что на телефоне крутить вертикальные классифайды невозможно ну возможно но тяжело да а приложим не делал вот тоже самое пандемии да я считаю наш российский как бы сегмент сети он достаточно бурно рос и мы много лучше чем они там загнивающие европе или америке да но в то же время мы развиваемся по разным по разному пути если люди севшие в европе европе дома они получали дотации от государства ну которым хватало им да там сходить магазин винишка купить там и от нечего делать они пытались что-то придумывать и делать да потому что технологии западные позволяют взять как мвп модельку вот и что-то построить и покрутить да наши самоизолировались за счет работодателя и работали поэтому они там самоизолировались но им платила немножко государства на то что они могли самоизолироваться мы работали поэтому у них рост был ну когда человека делать нечего да он не успевается либо занимается умственным трудом так люблю говорить если органом не пользуются он атрофируется да вот чтобы не атрофироваться на чем-то заниматься вот они занимались а наши работали поэтому у нас вот такого взрывного бурного рост ну по моему мнению да вот и его не было но потому что не было у нас как ровненько шло так и шло да там молодой человек придумал что-то и там либо внедрять либо бегать там дайте денег вот ну то наша специфика просто это наша специфика которая воспитана не хорошо это будет говорить вот здесь но скажу да вот как с футбольными клубами да вот кому зовем звезд платим денег немеряно да по сравнению с европой находимся в жопе да вот не можем ничего сделать вот и также наши стартапы которые набирают персонала и плате безумные я просто видел безумные деньги людям а люди делать ничего не умеет у них не то что клиповое мышление них она отсутствует как класс мне нужно ничего делать им за это платят деньги они ходят их работа есть работу работа не ходят на работу получать зарплату пить музе совещаться там ставить бренд шторм и какие-то виде совещаний но не работать вот 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 и все да то есть другая психология другие варианты то время провождения и нежелание нежелание большей части поколения которое может генерить сейчас некие идеи их генерить и вкладывать себя в первую очередь себя в эту идею и развитие да все почему-то ищут что придет какой-то метр золотой пулей до этом серебряный пуль на будешь молодец и расскажут как правильно жить так не бывает сожалению вот вот но надо трудиться по малому по малому шажочком по небесному и в итоге что-то получше но вот мы с тобой да мы же с тобой можем принципе сейчас и циску ковырнуть да и код написать да и сайт поднять да и баннер нарисовать да еще что-то сделать мы такие вот да мы люди поколения детей советского союза да когда мы умели все но нам надо было иметь все а им сейчас иметь все не надо вот не надо я удивляюсь людьми когда я задаю вопрос вы ребят вот мы с ним делаем раз завтра делаем два года до игра в понедельник что мы делаем она посмотреть я не помню и не помню нужно писано нет но посмотреть то есть вот нет какого-то горизонта планирования даже это страшно это ты видишь по картине как раз клиентской базы фрилансер и клиентской базы фрилансеров и клиентской базы не фрилансеров и заказчиков в том числе и коллег там по цеху и друзей у которых есть свои бизнес направленные на вот разные вещи ну я разговариваю с людьми да и я потому что мне немножко страшно вот есть идеи дайте денег какая идея вот хороший анекдот помнишь про саут на про ежиков и сау маркетинг а еще более свежий анекдот на вот из этой же темы приходит дядька в не вооружение лет я новое оружие придумал какую вот миллион дадите мы дадим просто миллион трубу и самолет падает еще три на свой а чертежи но вы же не и вы чертежи придумать у идеи миллион ну то есть как и прежде работать будут те кто умеет и может работать остальные будут придумывать идеи и руководить мы с тобой переживали период как раз двухтысячных годов на рубеже нулевых годов где-то да но 2005 на рубеж 2005 туда-сюда там пару лет когда пришли люди которые не разбираются но я всегда привожу один и тот же пример из своей прошлой телекомышкой жизни диалаб молодежь не помню что такое дело просто вы прекрасно помним даже на звук как звучит звучат модем там в 34 без да сейчас нет ни вниз мы уже не можем и зам генерального коммерции игру слушать у нас ночью дело пустой да у меня же интернет тариф и вы давайте мы сделаем там сериан лимит там за 15 баксов идешь в суровую забьем мне рассказывает там генеральный коммерции и директор плана экономического и так нельзя бы почему у нас по экономике проходит его слушать это отдавать можно вот без экономики да есть поток который стоит x денег в месяц вне зависимости от он нагружен фикса фикса вот в этой фиксы когда она пусто мы занесем оплатим ровно столько сколько она стоит а если там что-то появляется отличие от нуля плюс единичка это уже наши да то есть мы окупаем давайте сделать нет по экономике не проходит ну о чем разговаривать как тебе вот такая футуристическая модель будущего представляется в глазах как вообще рун нет интернет бизнес связанный с оказанием услуг сети интернет вырастет что там вообще может быть а мы просто через десять лет еще раз встретимся и посмотрим слушай давай давай два прогноза тогда давай ну раз надо заканчивать на позитивный ночь будет два прогноза негативный другой позитивный да вот по негативному прогнозу то что происходит сейчас мне напоминает старый голливудский фильм да там обле и вот это вот все да есть еще раньше то есть некая непонятная госгильотина государственная гильотина который пытается что-то отрезать как кого-то защитить непонятно от кого я даже понимаю почему это происходит потому что нельзя заниматься современными технологиями базируясь на знаниях полученных там 20 30 40 лет назад он на книжках который есть потому что триггеры другие регистра ну все другое технологии другие просто поэтому самый негативный прогноз рунет будет автономный будут ру и рф су как внутри дети понятно как куда москва как бы вот это все будет будет внутри жить как интернет сеть все будем жить внутри наружу не ходить нельзя к вид паспорта там и всякие нехорошие люди там мужчина с мужчинами ходят женщина-женщина нет это не про нас у нас как бы по-другому и поэтому сервис которые будут внутри мы будем жить по принципу советского союза крым прекрасно сочи вообще замечательный геленджик вообще замечательный мужик я вывез геленджик мы мы перестроимся да то есть мы будем зарабатывать меньше денег у нас мы закроемся да вот бог будет такая вот как не сервина и северная корея конечно да но как бы не нет некий суверенитет до от самих себя это вот негативный прогноз то надеюсь что это никогда не сбудется такая фантастика на а позитивный прогноз что все технологии победят но потому что нельзя взять и вычерпать ложку мировой океан не не получится а вот он потому что океан нельзя сказать космосу что вот тебя нету все пипец вообще тебя нет нельзя полететь на солнце чтобы не сгореть ночью да потому что ну потому что так происходит законы природы такие поэтому я считаю что а сеть будет развиваться новые технологии будут развиваться доступность получения информации будет развиваться будет почти моментально они часто быстро и да но будет еще быстрее еще больше каждый из сегментов интернет-бизнеса какой бы он ни был найдет свою правильную хорошую нишу будет жить на этом пытаясь масштабироваться на соседние и рост нового поколения следующего поколения вот потребление сетевых ресурсов всего будет больше потому что мы с тобой понимаем что для нас интернет это было что-то новое неизведанное мы его строили мы его строили причем на всех уровнях да а для наших детей мелких которые они старших а поменьше которые интернет это как бытность это как вот вода в кране да вот он есть он всегда был он есть куда он денется поэтому вот они будут потреблять контент абсолютно по-другому чем они сейчас его по-другому потребляют а будут потреблять еще больше и новые там стартапы если их можно назвать до новые бизнесы и технологии будут вырастать из их понимания этой среды которая должна быть устойчивая как вода в речке вот если она устойчива как вода в речке они не задумываются как она работа не накладывают на него сервис любые и развивают но на речке есть пристань есть лодка да есть шлюз там ночью есть рыба да вот есть газопровод внутри поэтому поэтому вот да вот этот позитивный прогноз который я считаю что мы ждем я я жду бурного роста по разным отраслям но опять же вот факторы внешние как бы да в большей степени политически да они влияют ну и от этого вот все прохну свод анализ до угрозы все понятно да поэтому я оптимист по жизни я смотрю вперед светлое будущее я надеюсь что этим летом нам все-таки удастся съездить на море куда-нибудь но нормально не внутри суверенного суверенитета да поэтому вот как как то вот это так спасибо большое кирилл за спасибо что пришел поделился своим мнением вот основе был кирилл аношин это коррекционный центр и мы проводим серию интервью со знаковыми людьми для российского интернета спасибо всем кто нас слушал спасибо большое слушателям спасибо жора спасибо коррекционному центру за приглашение за хорошую беседу я очень рад был быть у вас гостях